Как снять отпечатки пальцев, отличить подлинные документы от фальшивых и что хранится в загадочном чемодане эксперта-криминалиста, узнали ученики 11 класса лицея номер 7. Ребят пригласили на встречу с сотрудником МВД. Сегодня на встречу приглашен эксперт-криминалист, который расскажет о том, что делает эксперт на месте происшествия, как он работает, покажет о том, с какими порошками он работает, каким образом снимаются и отбираются следы с места происшествия. И для желающих будет произведена процедура дактилоскопирования. За сложным термином скрывается процедура снятия отпечатков пальцев. Линии на руках могут рассказать о владельце многое – пол, возраст и даже предрасположенность к будущей профессии. Как я уже говорил, петлевой узор – это признак того, что человек имеет биологическую приспособность к спорту. Если бы преобладали дуги, это может быть грубый спорт, борьбы и так далее. Здесь, скорее всего, чисто прямое направление. Такая встреча может помочь и с выбором профессии. Ребятам рассказали об условиях поступления в вузы системы МВД России, об учебе и привилегиях. Например, стипендия полагается всем студентам и может достигать 25 тысяч рублей в месяц. Тимофей Юрченко, молодой эксперт-криминалист, сам только недавно получил диплом. В профессию пошел по стопам отца – полковника полиции. Свои первые дежурные сутки, помню, конечно, относительно недавно. Они были, шесть выездов. И были и тяжкие преступления, и не особо тяжкие. Встречались как и кражи, так и трупы. Во время беседы молодой специалист рассказал ребятам о секретах своей профессии и объяснил, как важно знать и изучать самые различные школьные предметы, особенно физику, химию и биологию.